Радио Болтком Утро на Болткове Начинаем, продолжаем Можем начинать, можем продолжать Мы всё это можем заканчивать Нет, 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 нет На это я не согласен Нам ещё говорить и говорить Нам ещё обсуждать грядущие выборы Нам ещё обсуждать финансовое мошенничество В интернете с помощью умных устройств Как не попасться и быть Более умным, чем мошенник Который хочет тебя облапошить О, только сейчас начнём по-настоящему Я даже просыпаться начал Ещё одна дата из календаря В 1845 году англичанин Стивен Перри Запатентовал канцелярскую резинку И вот это изобретение стало Даже, по-моему, был какой-то вопрос На что, где, когда Это изобретение стало Очень популярно в 90-е годы Когда этими резинками гангстеры Пачки денег Собственно, перевязывали Чтобы они не разлетелись Так что Не думаю, что англичанин тогда Стивен Перри для этого изобретал Но пригодилось его изобретение Ну, а между тем Ждём действительно нашего Следующего спикера Да, ждём, подключаемся И подключается, по-моему Нет Получается, не получается Я пока озвучу Мы связываемся с Александром Полищук Журналистом Политическим обозревателем Почему? Потому что мы хотим обсудить Грядущие муниципальные выборы Что отправной точкой является Сегодняшняя дата Не только день святого Практик Опять практика Практика, действительно Святой практик Этот Святой практик Сегодня Дата, когда Можно политическим партиям Уже нести Списки кандидатов На выборы В ЦИК Центральный избирком И этот процесс продолжится До 6 апреля Как элегантно это совпадает С датой официального На данный момент Окончания чрезвычайной ситуации В общем Учитывая ситуацию в стране Общеполитический, экономический, социальный фон Хочется знать мнение умного, опытного Политического обозревателя Как могут пройти эти Муниципальные выборы Опять же Учитывая ещё один факт Что в этом году В этот раз Они пройдут по всей стране Но только не в Риге Потому что в Риге Они были совершенно недавно Александра с нами Доброе утро, Александра Доброе утро Какие у вас надежды Какие виды на урожай Как на ваш взгляд Вот первая ассоциация Вот я задам вопрос следующим образом Александра, как вы считаете Как пройдут эти выборы Вот сразу первое, что приходит в голову Они пройдут иначе Не так, как всегда Потому что, во-первых Действительно, как вы упомянули Они не будут проходить в этот раз В Риге И, значит, у нас впервые Будет возможность посмотреть Что же происходит в регионах К сожалению, традиционно Когда проходят Миниципальные выборы Всё внимание журналистов Ну и общественности Больше приковано к тому Кому достанутся ключи от столицы А здесь, как бы, столица отдыхает Но мы, наконец, посмотрим А что у нас в Латгалии А что у нас в Витзе А что у нас в Курзе А что у нас в СВС Я думаю, что выводы будут печальными Но это будет полезно Второй аспект Это, конечно, то, что впервые выборы Будут проходить согласно новой региональной реформе То есть мы будем выбирать Не 119 самоуправлений по стране А только 41 Это 35 новодцев, областей И 6 городов республиканского значения И, соответственно, число избираемых депутатов Тоже уменьшится в два раза Это хорошо или плохо? Конкуренция будет беспрецедентной И, конечно же, это сильно осложнит Положение политических партий Потому что если раньше были маленькие округа Где, условно, каждый там Пагастович знал всех своих избирателей В лицо и поименно Теперь политическим партиям Нужно будет охватить Гораздо больше территорий по площади Ну и в том числе, действительно Так сказать Выйти на вражеские поля Потому что не секрет Что часто соседние муниципалитеты Конкурировали Конкурируют между собой Тем более и реформ проходило негладко Так что задача перед партией Непростая Особенно, я скажу Это будет не просто для Вот именно таких маленьких партий Которые были очень локальными В каком-нибудь, не знаю Маленьком городке Или в маленьком селении Ну и, конечно же, нельзя забывать Что любые муниципальные выборы Это подготовка к парламентским выборам Парламентские выборы у нас будут Осенью 2022 года И, опять же, не секрет Что партии, сидящие сейчас Правящие коалиции Имеют достаточно низкие рейтинги по стране Особенно, если говорить о партии Премьера в новое время Которое-то и всем с трудом попало А уж что говорить о их рейтингах популярности В регионах, где люди живут Гораздо сложнее, чем в столице Конечно, поэтому я думаю Что независимо от того Будет ли каренчный момент Муниципальных выборов Премьером или уже нет Это скорее будет удар По тому составу правящей коалиции Которая будет на тот момент Потому что, ну, что новое время Что, в принципе, объединение Регионального альянса ИЗА И все остальные КПЛВ и тем более Новая консервативная партия То есть все они имеют Очень низкую популярность по стране И в день выборов им об этом напомнят Ну и последнее, конечно, то, что тоже Надо упомянуть Это ковид, который так или иначе Будет влиять на повестку Предвыборной программы На те вопросы Которые будут обсуждать кандидаты И опять же, то есть важно помнить Что пандемия задела столицу в меньшей мере Гораздо хуже оказались жители регионов Ну да, не берем сейчас сельское хозяйство Там более-менее все стабильно Например, было исследование Рижского университета именистрадани И выяснилось, что, допустим Каждый третий житель Ладгова И, видимо, потерял часть доходов При этом те же самые пособия По-простую в регионы доходят Гораздо сложнее, чем в Ригу То есть, например, в Ладгалии Меньше всего пособие было выплачено Если сравнивать по всем регионам То есть люди там живут тяжело И поэтому как они проголосуют Это большой вопрос А в вашем таком долгом обстоятельном ответе Я обратил внимание на несколько пунктов Давайте последовательно пройдемся Прозвучала такая оговорка Если Карин сохранит пост премьера Учитывая, что до выборов Сколько там, четыре месяца То есть, на ваш взгляд, может что-то произойти И правительство у нас радикально поменяется Или хотя бы его глава может смениться? Произойти, конечно, может Мне кажется, уже точка кипения в обществе Практически достигнута И очередной скандал с закупками вакцин Тем более, конечно, Каринч, наверное, не виноват Что Астрозен имеет такие сильные побочки Что ее даже изъяли, по крайней мере, на две недели из оборота Но, тем не менее, закупки производило Именно латвийское министерство А правительство управляет именно Каринч Поэтому, безусловно, он должен быть ответственен за то Что фактически сейчас мы полностью лишились поставок вакцин Потому что на Астрозенку приходится практически половина пакета всех вакцин Которые с Латвией собиралась закупить И как долго теперь будет уйти этот процесс, мы не знаем Ну и плюс, конечно же, экономическое положение Мы просто видим, насколько тяжело переживает и сектор услуг И транспортная сфера, логистика, туризм Поэтому, в общем, я вполне допускаю, что произойдет рестарт правительства Конечно, это не означает, что сильно изменится состав коалиционных партий Просто потому, что мы поняли, что правящие, пока еще партии Очертили вокруг себя яркие красные линии против согласия Против союз зеленых и крестьян Хотя, наверное, к союзу зеленых и крестьян они могут поменять свои отношения То есть, так или иначе, скорее всего, это будет компот из тех же составляющих Но, может быть, по-другому распределяться силы То есть, может быть, постпремьера будет не у нового времени Не у нового единства, простите, а у какой-то другой партии Мы беседуем с Александрой Полищук Журналистом и политическим обозревателем о грядущих муниципальных выборах Александр, вы так вот сказали про эти красные линии Как, на мой взгляд, они очертили вокруг себя белым мелком круг Чтобы в этот круг никто не забирался И то, что вы говорите, точка кипения достигнута Народ, мол, негодуя Так, в общем-то, это показало голосование На платформе Monobals.lv Когда в рекордные несколько дней Было собрано более десяти необходимых подписей Тысячи, я имею в виду А сейчас уже подвалило, наверное, и двадцать За закрытие бюро вакцинации На что министр здравоохранения Павлю сказал Ребята, нет Мы ваше мнение в упор не видим И прислушиваться к нему не станем Я еще усмехнулся по поводу рестарта Тот самый слоган Рестартес им Ригу С которым шла нынешняя совпадающая С правительством Сейма правящая коалиция И, опять же, что мы видим Последние сообщения О тех же самых начислениях и премиях От тридцати до ста процентах зарплаты Ну, в общем, по всем Извините, пауза Прокашляюсь, потому что важна такая тема По всем фронтам они оскандалились Скажите, может ли это привести К триумфальному возвращению Согласия к бороздам правления Не в Риге, но, по крайней мере, в регионах И, возможно, в следующем Сейме Ну, как раз наоборот Скажу так Если смотреть по регионам То позиции согласия достаточно слабы Наверняка они очень хорошо себя покажут В Резекне Там у них фактически нет конкурентов С Даугавпилсом есть вопросы То есть мы знаем, что После того, как Элкс Потерял пост мэра Даугавпилса Другие партии коалиции Показали, что они тоже могут порулить И там очень шаткие позиции Хотя сам Элксенш имеет Хорошие личные рейтинги Я думаю, что это довольно перспективный политик И в национальных масштабах Я думаю, что согласия неплохо сложатся в Юрмале Потому что, в принципе, они сейчас там ходят в коалицию И, скажем, они Те депутаты, которые представляют Даня Кефоров Елизавета Кривцова Они яркие, заметные То есть я вполне допускаю Что будут неплохие результаты Ну, а в принципе, все Ну, плюс еще какие-то отдельные, конечно, города по Латгалии Но, в принципе, больше-то и негде Поэтому, к сожалению, нет Если, говорю, опять же, рассматривать Муниципальные выборы Как подготовку к выборам Сейма Я думаю, что, скорее всего, для согласия Тоже будет очередной задан вопрос А все ли мы делаем правильно И за счет чего И за счет каких ресурсов И за счет какого электората Мы будем собирать голоса на выборах парламента Ну, а новые партии Тот же самый Гобзумс, например Ну, на муниципальных они не успевают Никто выступит, да Потому что там Ну, просто не успевают Я не знаю, может быть, они Я допускаю, кстати, что новые партии Может быть, еще, кстати, кто-то появится Не секрет, что это Вячеслав Домбровский До этого анонсировал Как возможный проект Я допускаю, что они Скажем так Либо будут поддерживать Либо вступят в коалиции С какими-то муниципальными партиями Ну, то есть Они будут косвенно участвовать В этих выборах Может быть, там, на уровне риторики На уровне какой-то поддержки Идеями, людьми Или еще чем-то Вот Но, конечно, скажем, да У них сейчас такая полоса для разгона Потому что сколько осталось Полтора года для парламентских выборов Им надо очень ярко себя показать Чтобы на следующих парламентских И войти в Сейм И, может быть, даже попасть в коалицию Тем более, что понятно, что Новые партии будут в менее Прилегированном положении Поскольку у них нет доступа Госфинансирования В отличие от старых И ресурсов Нет, у них нет административных ресурсов Так что их положение Ну, да Более тяжелое, чем у конкурентов Административная реформа Какое все-таки окажет Позитивное или негативное влияние На выборы Вот вы сказали, что Будет Перекравимание этой карты Оно поставит под угрозу Маленькие партии И вот Что это может означать? Это очень интересный вопрос Я довольно много о нем думала И как журналисты Как-то в контексте Каких-то университетских исследований Потому что когда Региональная реформа Задумывалась и презентовалась Была такая одна из версий Имеющая обоснование под собой Что Тогда это был Министр Пуца Что это, в принципе, делалось для того Чтобы находящиеся в правительстве партии Могли укрепить свои позиции в регионах Потому что понятно, что Действительно больше того Административного ресурса И им провести кампанию На большой территории Будет гораздо проще Чем, так говоря, какой-нибудь Маленькой партии Мой край Условно под названием Но сейчас Что-то, честно говоря Учитывая падение рейтингов правительства Опять же Смену Министров регионального развития Все-таки молодой Пельдж Не показался таким ярким Опытным Опытным Министром Каким был Пуца То Я, честно говоря, думаю Что этот расчет может не сработать И очень интересно, кстати, будет Что произойдет в Энсполсе Допустим Не секрет, что Лэнберг сможет В очередной раз Несмотря на все свои судебные процессы Стать кандидатом мэра И вот это будет очень показательно Потому что Это будет тот случай Когда Какую реформу не затевай Но если вот Народ хочет За что-то проголосовать Он проголосует Я, кстати, очень надеюсь Что все-таки В ходе этой предвыборной кампании Будут звучать не только Популистские традиционные лозунги Что давайте построим Новый бассейн Новую школу Или там Увеличим доплату Воспитателям детских садов Ну это Те небольшие ресурсы Которые есть у самоправлений А все-таки Возникнет дискуссия О том Какова роль И какие Полномочия Должны Латвийских самоправлений Потому что Опять же Я делала довольно большое исследование Как самоправления Отреагировали на Экономический кризис И пандемию И очень быстро Ну и в принципе там Выяснилось, что у самоправлений очень мало инструментов Очень мало рычагов Как они могут помогать жителям И предпринимателям Им постоянно поступают Какие-то инструкции Регулы Ограничения Сверху И между стороны правительства Более того Уже сейчас В отличие от прошлых лет Правительство Собирает гораздо больше Подоходного налога В госбюджет А финансов И вот этих самых полномочий Помогать людям Самоправлений очень мало Притом что понятно Что самоправлений гораздо лучше знают Реальную ситуацию на месте Какие проблемы Условно Какому конкретно предпринимателю Какому конкретно семье Надо как помочь И мне кажется Вот этот факт Например Именно в контексте региональной реформы Был упущен Точнее не упущен Наоборот Может быть Скорее всего Министерство регионального развития Пыталось максимально Подмять под себя Самоправление И усилить контроль за ними Но я думаю Что эту тему Обязательно Нужно будет поднять В ходе предвыборной кампании В том числе Потому что От этого зависит И качество жизни людей В регионах И будущее развития Вообще В Сейлации Потому что Рига-Рига Но Рига это только 50% ФВП А все остальное Это как раз таки Вся наша страна Пусть и небольшая Как вы считаете Какой может быть явка Учитывая Ну опять же И пандемический фон И определенную Политическую усталость Населения На данный момент Я прогнозирую Что явка будет неплохой Во-первых На муниципальных выборах Явка всегда выше Чем на парламентских выборах То есть в 2017 году Например Явка на муниципальных выборах Была чуть больше 50% Во-вторых В этот раз Избиратели смогут голосовать Не только на конкретном участке В котором он прикреплен А на любом участке В своем самоправлении Ну естественно Это как бы Расширяет возможности То есть тебе не нужно Там через весь город Куда-то ехать В-третьих Как ни крути Все равно пандемия Скажем так Заставила находиться В Латвии Многих людей Которые до этого Там работали Постоянно Наездами за границей Да То есть Опять же Высокая вероятность Что они тоже придут И выскажут свое мнение По крайней мере На уровне местной власти Так что я думаю 50-60% Вполне может быть Можем ли мы действительно Увидеть какие-то Новые лица Новые партии Вот если Мы говорим о том Что кризис Все-таки Правящих Правящих партий Кризис доверия Населения Я думаю Будут интересные альянсы Потому что Как я отметила Что маленьким партиям Участвовать сложно Но ничто не мешает Составить Например Список из нескольких партий И говорю Поскольку появляются Все-таки новые проекты Ну как минимум Два мы ожидаем Да То я думаю Что эти проекты Тоже как-то попробуют Все показать Гобзинс Или Домбровский То есть Будет интересно Да И Ну Опять же Все-таки Ковид заставляет Менять повестку То есть Особенно Что на муниципальном Выборах Проехать на какой-нибудь Традиционной Этнической карте Будет трудно Вот Ресурсов и денег Столько сколько есть То есть Обещать всем золотые горы Тоже сейчас нельзя Поэтому Вот фактически Речь На мой взгляд Должна идти О стратегическом развитии страны О том Как нам победить Допустим Тоже социально-экономическое неравенство Потому что мы знаем Что например Регионы развиваются Очень по-разному Есть очень богатый Пририжский район Есть Жирная Юрмала Есть условно Там какой-нибудь Дагов Да И тоже Проводила исследования Анализировала бюджеты И налоговые поступления Различных самоправлений И вот например Просто в 2019 году Налоговые поступления От подоходного налога И налогов на недвижимость Если пересчитать На одного жителя Да В Юрмале Это было 674 евро А в долгах Пился 268 То есть Фактически В три раза меньше Там конечно Немножко выравнивают Немножко компенсируется Из фонда выравнивания Но даже после этих компенсаций Все равно сумма Отличается в полтора раза То есть мы понимаем Что у нас есть Да Колхоз миллионер И есть очень бедные Селы Поселения Места Города И люди живут Очень по-разному И тут тоже Опять же Не забывать То что К сожалению Например В Латвии Плохо развита Система регионального Общественного транспорта Поэтому даже если у людей Есть гипотетически Какая-то работа В другом самоправлении С высокой долей вероятности Они не смогут Каждый день туда ездить И вот эти все вопросы Вот эти дискуссии О том Как должны сотрудничать С самоправлением Как мы должны Перераспределять Наши налоговые поступления Какой у нас Общий план развития Что делать С проблемой депопуляции С проблемой старения общества Вот я очень надеюсь Что это все Выпал здесь все-таки На поверхность Со временем Предвыборной реформы Тем более Как мы упомянули вначале Рига не участвует Значит самое время Поговорить о том Что происходит Чуть дальше С границами Риги Мы беседуем С Александром Полищук Журналистом И политическим обозревателем Александр Такой аспект Нам намекают Что время выходит Но я очень надеюсь Что вы успеете ответить Опять же Учитывая пандемию Мы все закрыты Встречаться нельзя На уровне регионов Интернет возможно Не столь развит Как в столице Как будет проходить Политическая агитация В этих условиях Ну Кульминация агитации Все-таки будет Май Самое начало июня Поэтому может быть К тому моменту Какие-то Ограничения будут сняты Потеплеет На самом деле Это вызов Безусловно Для политических пиарщиков Потому что Как бы Теоретический упор Должен быть на соцсети И допустим СМИ Телевидение Радио Что-то такое Но сейчас мы опять же знаем Что есть много ограничений На ту же предвыборную рекламу И те же соцсети Сейчас уже В отличие Допустим От ситуации Какой-то 50-летней давности Контролируются И проверяются И тем же МКНАБом И всевозможными Исследовательскими центрами Поэтому Это хороший вопрос Но Не будем все-таки забывать Что в том самом Самоуправлении Очень важен Человеческий фактор То есть условно Если ты в своем Маленьком городке Или в своей волости Знаешь каких-то людей И ты им доверяешь С высокой долей вероятности Люди проголосуют Но в принципе Это интересный вопрос И поэтому Я думаю Что нас ждут Ну какие-то Интересные пиар-шаги Пиар-компании Может быть Какие-то новые инструменты Предвыборные Которые потом изучим Выборы в условиях пандемии Да Выборы в условиях пандемии Новая глава В учебнике политологии Латвии За там Не знаю Восьмой, девятый, десятый класс Александр Огромное спасибо 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 вам Мы беседовали с Политическим обозревателем Александрой Полищук Почему мы беседовали Потому что Сегодня началась Пора Подачи В Центризбирком Избирательных списков На муниципальные выборы Которые состоятся 5 июня Везде В Латвии Помимо Риги И вот Александр говорит Что Эта Пора Будет полна Вызовов Как для политиков Так и для пиарщиков Как достучаться До наших с вами Сердец И по большому счету Кошельков тоже Кошельков тоже Мы же сделаем Небольшой перерыв На новости Эхо Москвы После чего продолжим Утро на Болткоме